Добрый день! Сегодняшняя лекция посвящена физическим основам плазмонных информационных технологий. Мы рассмотрим плазмоны и полиритоны в объёме вещества, поверхностные плазмоны на плоской поверхности, усиление электромагнитного поля за счёт генерации поверхностных плазмонов, плазмонный резонанс в наночастицах и сенсоры на основе плазмонного резонанса. Начнём мы лекцию с рассмотрения плазмонов в Максвеллской плазме. Плазмоны в плазме представляют собой объединённое возбуждение электрического поля и заряда. Поскольку с зарядом непосредственно связано продольное электрическое поле, то в плазмонах присутствует только продольное электрическое поле, а поперечное поле отсутствует так же, как и магнитное. Поэтому для того, чтобы определить закон дисперсии, то есть зависимость частоты от волнового вектора, рассматриваемого в плазе частицы, мы должны решить уравнение, которое определяет закон дисперсии для продольных возбуждений. То есть для тех возбуждений, в которых вектор напряжённости электрического поля параллелен волновому вектору. Как мы знаем с предыдущих лекций, что условие возникновения такого продольного возбуждения является равенством нулю продольной электрической проницаемости среды, которая зависит от частоты и от волнового вектора. Почему для нас важно рассмотрение закона дисперсии? Дело в том, что если перейти к корпускулярной картине мира, то тогда закону дисперсии будет соответствовать зависимость энергии от импульса. То есть мы понимаем, что все процессы отвечают закону сохранения энергии и импульса, и поэтому, соответственно, если перейдём обратно к волновому представлению, то у нас должна сохраняться частота и волновой вектор суммарно. Поэтому очень важно знать, как у данного квазисчастичного возбуждения частота зависит от волнового вектора. Ну вот, если мы решим приведённое здесь уравнение, что ε продольно равняется нулю для случая Максвеллской плазмы, то вот получаем выражение, не, пардон, мы используем сначала выражение для продольной части электрической проницаемости Максвеллской плазмы как функции частоты и волнового вектора, вот оно здесь записано. Если мы перейдём к пределу, когда частота много больше произведения волнового вектора на тепловую скорость электронов, то тогда мы получим обычное соотношение, плазменную формулу для электрической проницаемости, то есть мы делаем приближение по вот этому отношению, К на ВТЕ поделить на Омеля. Но данного выражения для электрической проницаемости нам недостаточно, потому что нам необходимо учесть зависимость также и от волнового вектора, потому что закон дисперсии – это и зависимость частоты от волнового вектора. Поэтому мы в первом приближении, в данном случае уже второе приближение получается по этому отношению, здесь выписываем выражение, и сюда будет входить как раз вот это отношение, К в ВТЕ поделить на Омеля. Если мы теперь решим, припровняем это выражение для продольной части электрической проницаемости к нулю и разрешим ее относительно Омеля как функцию К, то вот мы тогда получим, вот тут внизу написана формула, зависимость частоты плазмона от волнового вектора. То есть вот здесь слева стоит первое слагаемое – это электронная плазменная частота, а затем вот входит волновый вектор, тепловая скорость электронов и электронная плазменная частота. Это же выражение можно переписать через радиус дебая электронов. То есть радиус дебая – это есть отношение тепловой скорости электронов к электронной плазменной частоте. То есть вот получаем такое соотношение, мы видим, что у нас зависимость частоты плазмона квадратична от модуля волнового вектора, но он начинается не с нуля, а если мы устремим как к нулю, то мы получим просто, что частота плазмона равняется электронной плазменной частоте. А также из этого выражения можно получить групповую скорость плазмона. Если мы вспомним, что такое групповая скорость, это есть частная производная частоты по волновому вектору. И тогда вот получается выражение внизу, которое написано для групповой скорости плазмона. Ну вот то, что было написано выше, там мы не учитывали вклад в продольную электрическую проницаемость плазмы ионов. А только электронный вклад – это справедливо для частот много больших, чем ионная плазменная частота. Но если мы обратимся и к более низким частотам, то есть рассмотрим частоты, много меньше, чем электронная плазменная частота, ну мы помним, что у нас плазменная частота, она обратно пропорциональна корню квадратному либо от массы электронной, либо от массы иона. Если это электронная плазменная частота, то она будет существенно больше, как отношение корня квадратного массы иона к массе электронных. Поэтому, естественно, что плазменная частота электронов много больше, чем плазменная частота иона. Ну так вот, в области частот много меньших электронной плазменной частоты можно получить вот следующее выражение для продольной электрической проницаемости плазмы. Здесь вот второе слагаемое описывает электронный вклад. Мы видим, что он не зависит от частоты, а обратно профессионально квадрату произведения волнового вектора на электронный дебаевский радиус. Значит, это вклад электронной компоненты. И последнее, это вклад ионной компоненты. Вот мы видим, что он похож на вклад электронной компоненты в более высокочастотном диапазоне. Это квадрат ионной плазменной частоты поделить на квадрат частоты. Ну, тут также приведено выражение для дебаевского радиуса электрона. Тогда, если мы в этой области разрешим уравнение ελ, равное нулю, то мы получим закон дисперсии для так называемых ионно-звуковых волн. Вот мы видим этот закон дисперсии, зависимость ion-sound, ионно-звуковой волны от волнного вектора. Вот здесь записано два предельных случая. То есть, если мы рассмотрим малые волновые вектора, то есть, меньшее, чем обратная величина электронного дебаевского радиуса, то тогда мы, соответственно, в этом случае можем пренебречь в знаменателе под корнем квадратным К квадрат по сравнению с квадратом обратного дебаевского радиуса и получаем следующее выражение для законной дисперсии ионно-звуковой волны в пределе малых волных векторов. То есть, это оказывается закон дисперсии, это линейная функция модуля волнового вектора, а здесь стоит скорость ионно-звуковой волны, которая представляет собой корень квадратный из этого отношения. Любопытно, что скорость ионно-звуковой волны пропорциональна корню квадратному из электронной температуры. Я говорю, что в принципе в плазме может быть электронной температурой отличаться от ионной температуры. Но обратно пропорциональна корню квадратному из массы ион. Это вот, значит, в случае малых волновых векторов мы получаем такую линейную зависимость, характерную для звука, поэтому эта волна так и называется ионно-звуковой, потому что вот существует такая область частот, где закон дисперсии такой же, как у звука. И, значит, в обратном пределе, когда мы рассмотрим большие значения модуля волнового вектора по сравнению с обратным электронным Дебаевским радиусом, тогда мы можем пренебречь обратным квадратным Дебаевского радиуса вот здесь в знаменателе, и у нас мы видим, что k в числителе сокращается с k в знаменателе, и дисперсионная зависимость для ионно-звуковой волны оказывается просто константой, то есть частота ионно-звуковой волны в этом пределе будет равняться плазменной ионной частоте. Ну вот, на следующем слайде мы видим график дисперсионных зависимостей для плазмона и ионно-звуковой волны. Вот верхняя кривая, это как у нас зависит частота плазмона от волнового вектора плазмона. Вот мы видим, что в пределе нулевых волновых векторов у нас просто частота равняется электронной плазмной частоте, потом начинает она квадратично возрастать, и вот для достаточно больших значений волнового вектора, больших обратного электронного Дебаевского радиуса, вот тут как бы штриховой кривой, показанной по зависимости, означает, что при очень больших волновых векторах у нас плазмон как квазичастица перестает существовать, то есть он разваливается на отдельную электронность. плазмон можно себе представить как коллективное движение электронов, но если у нас волновой вектор очень велик, это означает, что соответствующее пространственное изменение поля, значит, оно так сильно меняется в пространстве, что у нас это возбуждение разваливается на одноэлектронные возбуждения. И вот нижняя кривая представляет собой закон дисперсии для ионно-звуковой волны, то есть вот мы видим участок, когда у нас волновой вектор меньше обратного электронного Дебаевского радиуса, линейная зависимость, о которой мы говорили выше, и потом для значения k больше обратного электронного Дебаевского радиуса, эта зависимость дисперсионная кривая выходит на константу, равную ионной плазменной частоте, в соответствии с тем, что было на предыдущем слайде. И также вот при достаточно больших волновых векторах, то есть больших обратной величины ионного Дебаевского радиуса, у нас также ионно-звуковая волна перестает существовать, как коллективное возбуждение, а разваливается на одночастичное возбуждение. То есть вот это вот был пример плазмона в объеме вещества, а в плазме пример продольного возбуждения, то есть в котором напряженность электрического поля параллельна волновому вектору. Другой пример квазичастицы – это полиаретоны в диэлектре. Это уже будет тогда поперечное возбуждение, то есть ситуация, когда волновой вектор напряженности электрического поля перпендикулярен напряженность электрического поля перпендикулярен волновому вектору. И тогда закон дисперсии будет определяться вот этим выражением, что квадрат волнового вектора пропорционален, это у нас эпсилом, поперечная, поперечная составляющая диэлектрической проницаемости среды. Ну вот здесь омега квадрата поделится на сэй квадрат. То есть если мы рассмотрим вакуум, там у нас поперечная компонента электрической проницаемости обращается в единицу, и мы получаем обычный закон дисперсии, что модуль к равняется омега поделить на сэй. Но если мы рассмотрим ситуацию, положим, у нас в диэлектрике есть активные центры, и в этих активных центрах есть резонансная частота омега 0. И предположим, что мы рассматриваем наше электромагнитное поле с частотами, близкими к резонансной частоте возбуждения среды. Тогда мы можем получить следующее выражение для диэлектрической проницаемости как функции частоты. То есть вот сюда входит постоянная слагаемая первая, это так называемая высокочастотная часть, и как раз второе слагаемое, оно описывает резонансный вклад вот этого возбуждения на частоте омега 0 в диэлектрическую проницаемость на диэлектрике. А также здесь в числителе стоит сила осциллятора, которая показывает эффективное взаимодействие данного перехода с частотой омега 0 с электромагнитным полем. И здесь вот некая частота, которая пропорциональна концентрации активных центров с данной резонансной частотой. Ну, как бы некий аналог, она имеет то же самое выражение, что и плазменная частота, но имеет другой смысл. Так вот, если мы теперь подставим вот это вот выражение для диэлектрической проницаемости в уравнение, дисперсионное уравнение для поперечного возбуждения, и потом его разрешим как функцию, найдем частоту как функцию волнового вектора, то у нас окажется биквадратное уравнение, и оно будет иметь два решения. Оно будет иметь два решения. Вот здесь вот они обозначены с плюсом и с минусом. Это, значит, с плюсом высокочастотная дисперсионная зависимость, и внизу это низкочастотная дисперсионная зависимость. То есть оказывается, что для заданного значения модуля волнового вектора возможно два возбуждения с частотами, которые вот отличаются, значит, с источностью замены плюса на минус под корнем. Ну, чтобы проанализировать полученные выражения, удобно построить и графически, и выяснить, какой же их физический смысл. Дальше вот здесь вот введены обозначения, значит, С с волной – это скорость света, деленная на корень квадратный из высокочастотной диэктической проницаемости, и омега с волной – это так называемая, можно ее назвать, перенормированная собственно частотой возбуждения. То есть мы видим, что если бы у нас не было взаимодействия электромагнитного поля с заданным переходом в активном центре в диэлектрике, то есть если бы сила ассоциалятора равнялась бы нулю, то тогда у нас эта перенормированная частота просто бы совпадала с частотой резоносной перехода. Но поскольку мы рассматриваем как раз случай, когда F0 не равно нулю, то видим, что вот эта перенормированная частота, она будет отличаться, она будет больше, чем собственно частота переходит. Так вот, посмотрим графически, что же из себя представляют две вот эти дисперсионные зависимости, две поляритоны. То есть вот это вот возбуждение поперечное, которое отвечает одновременному взаимодействующему возбуждению поперечной электромагнитной волны и в данном случае двухуровневой системы, называется поляритон. А вот здесь на этом слайде показана дисперсия поперечных волн при наличии одного квантового возбуждения. Мы считаем, что у нас частота, которую мы рассматриваем, близка к некоторому резонансу, который, скажем, единичный для простоты в нашем диэлектрике. Вот здесь мы видим пять линий, значит, из них две прямые 4 и 5, одна наклонная прямая 3 и высокочастотная дисперсионная зависимость поляритона, это красная кривая 1, и низкочастотная дисперсионная зависимость поляритона, это вот пунктированная голубая кривая 2. То есть, значит, давайте посмотрим предельные случаи, когда у нас волновой вектор мал. Вот мы смотрим, значит, вот эти два предельных случая. Для первой кривой высокочастотной дисперсионной зависимости поляритона мы видим, что для малых волновых векторов эта зависимость переходит в константу, и эта константа как раз равняется перенормированной собственной частоте перехода. Значит, вот эта прямая 5 отвечает вот этой омегас-волной. То, о чем мы говорили, что за счет взаимодействия с данным переходом или двухорвеневой системой у нас возникает новая частота, которая как раз описывает вот это взаимодействие. То есть, мы видим, что высокочастотная дисперсионная зависимость обращается в константу. То есть, это как бы отвечает возбуждению нашей двухорвеневой системы, но с перенормированной собственной частотой. В то же время, низкочастотная дисперсионная кривая при малых векторах, она стремится вот этой наклонной кривой 3, которая описывает закон дисперсии света в диэлектрике. То есть, видим, что у нас С с волной, это скорость света в диэлектрике, которая есть С поделить на корень из эпсилона на бесконечности. То есть, получается физически что? Что у нас низкочастотная дисперсионная зависимость описывает распространяющуюся электромагнитную волну в диэлектрике. А высокочастотная дисперсионная зависимость при малых вулоновых векторах описывает просто возбуждение перенормированной нашей двухорвеневой системы. Теперь, значит, в пределе, наоборот, больших вулоновых векторов мы видим, что у нас ситуация меняется. То есть, тогда высокочастотное приближение, вот она стремится здесь вот этой вот наклонной прямой 3, то есть, тогда у нас высокочастотное возбуждение, это есть просто распространяющаяся электромагнитная волна с другой фазовой скоростью. А низкочастотное возбуждение стремится к прямой параллельной оси абсцисс, которая равняется, омега здесь равняется собственно частоте перехода. Да, вот четвертая кривая, это омега равняется омега 0. То есть, получается, что низкочастотное зависимость, это просто возбуждение двухорвеневой системы. То есть, мы видим, что в пределе малых и больших волновых векторов у нас наше возбуждение полиритонное распадается на 2 возбуждения. Либо это просто фотон диэлектрики, либо это возбуждение двухуровневой системы. Причем возбуждение двухуровневой системы может быть как с собственной частотой Омега-0, так и с перинарменной частотой. И еще очень важная характеристическая черта вот этих вот зависимостей, то что у нас существует такая область частот между прямыми 4 и 5, где отсутствует какая-либо дисперсионная зависимость. То есть для данных частот, частота возбуждения большей собственной частоты, но меньшей перенормированной собственной частоты, невозможно распространение данного полиритона. То есть это так называемая фотонная стоп-зона, о которой мы тоже раньше говорили. То есть вот получается, что такая вот интересная картина, что в пределе малых и больших волновых векторов у нас возбуждение распадается на отдельное возбуждение среды и фотона, электромагнитного поля. А вот в области промежуточной мы видим, что здесь вот такие кривые 1 и 2, а вот здесь вот как бы это называется антикроссинг. То есть мы видим, что у нас прямые 5 пересекают наклонную прямую 3, ну и также прямая 4 тоже пересекает, ну в другой точке наклонную прямую 3. А вот это вот пересечение, а значит реальные зависимости с персионной выскочастотной и низкочастотной, они как бы отталкиваются вот от этих точек пересечения из-за взаимодействия между электромагнитным полем и данным возбуждением. То есть вот в этой области волновых векторов мы уже не можем сказать, что это электромагнитное поле или возбуждение двухородевой системы, потому что имеет место сильное взаимодействие между этими двумя возбуждениями. То есть можно себе представить так, что у нас фотон переходит в возбуждение двухородевой системы, потом она не возбуждается и снова спускает фотон. Вот такое сцепленное возбуждение. Это вот то, что касается поперечной квадро-частицы, которая описывает одновременное взаимодействующее возбуждение вещества и поперечного электромагнитного поля. Давайте теперь перейдем к рассмотрению поверхностных плазмонов, в данном случае на плоской поверхности. Мы помним, что плазмоны в объеме вещества – это совместное возбуждение продольного электрического поля и заряда среды. Это продольное электрическое поле, заряд среды, и отсутствует в случае объемных плазмонов магнитное поле. Что же такое поверхностный плазмон? Поверхностный плазмон – это совместное возбуждение электромагнитного поля и поверхностного заряда на границе раздела между проводником и диэлектрикой. Ну, тут для простоты написано металл. Вот здесь красными линиями показаны силовые линии напряженности электрического поля в поверхностном плазмоне вдоль, мы предполагаем, что этот поверхностный плазмон будет распространяться вдоль оси Х, значит, плоскости Х-У. А ось З – это нормаль, плоскости границы раздела между металлом и диэлектриком. И вот здесь оказывается, что, поскольку это поле, оно, видите, нельзя сказать, что он продольный и нельзя сказать, что он поперечный, потому что вот вблизи границы раздела мы видим, что вектор напряженности электрического поля, он перпендикулярен волновому вектору КХ, проекция волнового вектора КХ, ну, в данном случае он, проекция, совпадает с самым волновым вектором плазмона. То есть здесь вот это чисто получается поперечное возбуждение, а вот там, где максимум, вот здесь вот в этих вот точках изгиба силовых линий напряженности электрического поля, вектор напряженности электрического поля параллели волновому вектору поверхностного плазмона. То есть получается поле такое смешанное. Поскольку здесь имеет место и перпендикулярная составляющая, то для такого поля оно будет сопровождаться также возбуждением магнитного поля. То есть вот здесь вот показано, что в данном случае вектор напряженности магнитного поля, он перпендикулярен плоскости ZX и направлен по оси Y. Ну и вот также плюсом и минусом это обозначен, соответственно, поверхностный заряд. То есть вот из области положительного поверхностного заряда у нас исходит силовые линии напряженности электрического поля и области отрицательных зарядов поверхности у нас, они, значит, входят наоборот. И вот эта вся картинка, она бежит вдоль направления оси X. То есть вот это вот, как бы такое графическое представление поверхностного плазмона на плоской поверхности. То есть еще раз, это одновременное возбуждение поверхностного заряда и связанного с ним электромагнитного поля, которое будет в данном случае иметь и магнитную составляющую, а электрическая составляющая, значит, в некоторых областях пространства вблизи поверхности будет поперечная, а, значит, в точке перегиба оно будет продумано. Ну вот в дальнейшем мы посмотрим, как выводится закон дисперсии для поверхностных плазмонов. Ну вот здесь вот показан результат. В данном случае удобно рассматривать независимость частоты от волнового вектора, а наоборот зависимость волнового вектора от частоты поверхностного плазмона. То есть вот КХ это как раз есть волновой вектор поверхностного плазмона, но мы договорились, что мы рассматриваем его распространение вдоль оси X. И мы видим, что этот новый вектор, вот сюда входит корень квадратный, вот от данного отношения, это отношение из произведения электрической пронисаемости диэлектрика, εd, и электрической пронисаемости металла, m это металл в данном случае, а d это диэлектрический, деленный на сумму этих электрических пронисаемостей. Ну вот, оказывается, что характерные частоты для распространяющегося поверхностного плазмона, это частоты меньшие, чем плазменная частота. Ну мы говорили, что в случае, когда частота больше плазменной частоты электронной проводимости в металле, тогда такая электромагнитная волна, она может распространяться вглубь металла, так называемая ультрафиолетовая прозрачность металла. Поэтому это как бы случай, который нас интересует. А нас интересуют как раз случаи, когда электромагнитная волна не распространяется вглубь поверхности металла, а распространяется вдоль его поверхности. И тогда эта область частот меньше, чем плазменная частота, и если мы воспользуемся простейшим выражением для диэлектрической пронисаемости металла формулы Дурде, простейшим, внизу написано плазменная диэлектрическая пронисаемость, мы видим, что для этих частот у нас диэлектрическая пронисаемость металла отрицательна. Поэтому выражение для законной дисперсии можно переписать через модуль диэлектрической пронисаемости металла. Вот тут правая формула, и мы видим, что для того, чтобы у нас волновой вектор был бы действительно величиной, нам необходимо, чтобы у нас модуль диэлектрической пронисаемости металла на заданной частоте был больше, чем диэлектрическая пронисаемость диэлектрической. То есть это как раз есть условия распространения поверхностного плазмона. Ну вот, значит, можно и обратно разрешить вот этот вот закон дисперсии относительно частоты, то есть посмотрите, как частота поверхностного плазмона будет зависеть от волнового вектора, в данном случае проекция волнового вектора. Тогда мы получим, ну, с использованием простейшей формулы для диэлектрической пронисаемости металла, вот получим вот это выражение, вот которое здесь написано, да, СП это серфис плазмона, то есть вот мы видим, что оно немножко напоминает выражение для юно-звуковой волны. Действительно, вот если мы рассмотрим большие волновые вектора, предположим, вот у нас КХ таково, что второе слагаемое больше, чем первое под корнем в знаменателе. Тогда можно будет первым слагаемым пренебречь, и здесь останется в знаменателе КХ, оно сократится с КХ, которое в числителе, то есть мы видим, что в пределе больших волновых векторов у нас дисперсионная зависимость для поверхностного плазмона на плоской поверхности пропорциональна константе, которая пропорциональна плазменной частоте. И наоборот, значит, если мы рассмотрим малые волновые вектора КХ, тогда наоборот можно, значит, пренебречь вторым слагаемым под знаком корнем в знаменателе, по сравнению с первым, и у нас дисперсионная зависимость будет линейной по КХ. Также, как мы помним, это было в случае ионозыковой волны. Ну вот, теперь удобно вот эти дисперсионные зависимости, которые мы обсуждали, представить на рисунке. Вот на этом графике показана по оси ординат у нас частота в электрон-вольтах, а по оси абсцисс волнового вектора в обратном сантиметре. И здесь вот красная кривая, это как раз есть дисперсионная кривая для поверхностного плазмона на плоской поверхности. Вот мы видим, что в случае малых волновых векторов она стремится к вот этой вот наклонной синей прямой, которая описывает закон дисперсии света в диэлектрике. Также здесь показана наклонная, зелёная прямая, которая описывает дисперсию света в вакууме. То есть, ну, в общем, это тоже линейная зависимость, только в случае диэлектрика мы должны ещё разделить на корень квадратный из диэлектрической проницаемости, поэтому у нас дисперсионная зависимость в диэлектрике будет описываться прямой с меньшим наклоном по отношению к оси абсцисс. И вот кривая, которая верхняя, в данном случае, видите, плазменная частота, она равняется 6 электронвольтам. То есть, вот если мы посмотрим на верхнюю кривую, то увидим, что для малых волновых векторов у нас, значит, просто частота совпадает с плазменной частотой. Это вот ситуация распространяющаяся плазмон. Для больших волновых векторов частота этого возбуждения будет больше плазменной частоты электронных проводимости металла, и мы имеем, значит, электромагнитную волну, которая может распространяться в глубь металла. Но это уже не поверхностный плазмон. Поверхностный плазмон вот у нас, вот этот вот, который здесь нарисован, красный кривой. При больших волновых векторах вот мы видим, что он, значит, стремится, значит, к константе, тоже пропорциональной плазменной частоте, но делённой, вот здесь вот написано, видите, на корень из единицы плюс эпсилон делей. То есть, это вот, значит, в пределе больших волновых векторов. То есть, вот такая дисперсионная кривая для плазмона на плоской поверхности. Для того, чтобы возбудить плазмон на плоской поверхности электромагнитной волной, необходимо выполнение условия фазового синхронизма. Это вот, как я уже говорил, в корпускулярной картине фазовый синхронизм аналог закона сохранения энергии импульса. То есть, энергия — это есть частота, а импульс — это волновой вектор. Так вот, впервые поверхностные плазмоны на плоской поверхности, они наблюдались в экспериментах по измерению энергии электронов, которые проходят через металлическую плёнку, через металлическую фольгу. Вот оказалось, что если измерять потери энергии электронов, которые проходят через электрическую плёнку, там возникают некоторые характерные потери на некоторой частоте, которая, как потом было выяснено, отвечает частоте поверхностного плазмона. Но, значит, вот в случае заряженных частиц, вот поле, связанное с заряженными частицами, оно не есть поперечное. Поэтому там не было необходимости выполнения условий фазового синхронизма. А вот в случае электромагнитного поля нам необходимо, чтобы всё это дело выполнялось. Поэтому нужны специальные схемы, каким образом под воздействием света мы можем возбуждать поверхностный плазмон. Вот это две таких характерные схемы, показанные на рисунках А и Б. Слева — это так называемая конфигурация Отто, а справа — конфигурация Кречман. Значит, здесь вот что существенно. Существенно, что у нас плазмон в случае конфигурации Отто распространяется на границе раздела между металлом и, вот здесь вот у нас такой воздушный зазор, между пенталлической поверхностью и призмой. То есть вот свет распространяется в призме, обычно это под углом большего угла полного внутреннего отражения, от границы раздела между призмой и воздухом. Потом он отражается, а вдоль границы раздела между призмой и воздухом у нас будет распространяться так называемая эвансцентная волна. То есть помните, мы говорили в предыдущих лекциях, что для углов падения большего угла полного внутреннего отражения у нас поле в среде с меньшим показательным преломлением, оно экспоненциально затухает. И это так называемая эвансцентная волна, но в данном случае она будет распространяться слева направо. И вот эта эвансцентная волна, она как раз может возбудить поверхностный плазмон. Поле этой эвансцентной волны будет возбуждать поверхностный плазмон на границе раздела металла и воздушного зазора. Но эта схема, она менее, так сказать, удобна, чем другая схема, схема Кречмона. Потому что в схеме Кречмона у нас металлическая пленка, она непосредственно наносится на вот эту вот грань призмы. И поверхностный плазмон тоже возбуждается на поверхности границы раздела между металлом и воздухом. Но в данном случае получается, что эвансцентная волна, она проникает через толщу металла, и вот на этой границе возбуждает поверхностный плазмон. На этом графике как раз показана вот эта вот ситуация. Почему? Зачем нам нужна призма, чтобы возбудить поверхностный плазмон на плоской границе между металлом и, в данном случае, воздухом? Вот мы здесь показаны красные линии, это закон дисперсии для поверхностного плазмона. И вот свет в вакууме, это вот эта вот прямая, коричневая прямая, она вот является касательной для малых волновых векторов. Видите, она касается дисперсионной зависимости для поверхностного плазмона. А нам нужно для того, чтобы выполнено с условия синхронизма, нам нужно, чтобы прямая соответствующая свету, она пересекала дисперсионную зависимость для поверхностного плазмона. Мы видим, что если у нас свет распространяется в той же среде диэлектрической, где и поверхностный плазмон, то этого не происходит, потому что у нас вот эта вот прямая, она будет касаться дисперсионной зависимости поверхностного плазмона, и пересечения только в нуле. Поэтому нам необходимо уменьшить фазовую скорость света. И вот это уменьшение, оно здесь отображено тем, что дисперсионная прямая, в данном случае для света в материале призмы, она имеет наклон. И вот в результате этого наклона возникает пересечение дисперсионной зависимости для света в призме и для поверхностного плазмона. И вот это пересечение, оно как раз отвечает закону сохранения энергии импульса в корпускулярной картине. То есть оно соответствует тому, что может возбуждаться поверхностный плазмон с этим вот волновым вектором, который обозначен как созвездочкой, да, который соответствует пересечению. Еще раз повторяю, дисперсионная зависимость света в призме и дисперсионная зависимость поверхностного плазмона. Ну вот это вот графическая картинка, а то, что мы имеем, то, что нам дают формулой, оказывается, что, значит, вот у нас необходимо, чтобы вот эта коса звездочка равнялась проекции волнового вектора падающего излучения на плоскость границы раздела, то есть мы должны умножить на синус угла падения и умножить на омега, деленное на скорость света. Ну и если мы тут воспользуемся, значит, выражением для закона дисперсии поверхностного плазмона, то можно получить выражение для вот этого значения волнового вектора, при котором происходит генерация поверхностных плазмонов под действием света и получить, в частности, угол падения, необходимый для выполнения условий сохранительного. Мы видим, что это угол падения, есть арксинус, вот это выражение. В аргументе арксинус есть отношение плазмной частоты к частоте. И вот тут мы видим, что под корнем стоит разница между диэктической пронисаемостью призмы и единицей. То есть необходимо, чтобы этот угол был действительным, необходимо, чтобы диэктическая пронисаемость диэкти, в данном случае призмы, была больше единиц. Тогда как раз возник пересечение прямой дисперсионной зависимости и дисперсионной зависимости для поверхностного плазмона. Ну вот другой способ возбуждения поверхностных плазмонов заключается в том, чтобы на поверхности границы раздела создать некую текстуру. Вот текстурированная поверхность, в данном случае это, видите, такая рифленая поверхность, ну вот для простоты, типа такой синусоидальной прямой, да, с некоторым периодом, который равняется величине А. Вот оказывается, что в этом случае у нас дисперсионная зависимость для поверхностного плазмона будет представлять собой две такие вот кривые. Ну вот они, значит, здесь вот прямая, потом загиб, здесь вот будет некая частота омега-минус и частота омега-плюс, да. И оказывается, что вот эта вот частота омега-плюс, она отвечает вот данной конфигурации напряженности электрического поля. Видите, вот здесь вот максимумы, они, вернее-минимусы, они совпадают, значит, с вершинами вот этого рифления, да. И это отвечает как раз высокочастотной дисперсионной зависимости поверхностного плазмона. А, значит, для низкочастотной омега с минусом, да, вот тут будет такая другая картинка, другая картинка для силовых линий напряженности электрического поля в поверхностном плазмоне. То есть оказывается, что мы видим, что вот эта вот дисперсионная зависимость, она проявляет, опять-таки, фотонную запрещенную зону. То есть вот нет разрешенных частот в интервале между омега-минусом и омега-плюс. То есть с такими частотами невозможно распространяться поверхностному плазмону вдоль этой рифленой поверхности. И волновой вектор, который отвечает, вот, значит, вот этот разрыв дисперсионной зависимости, он равняется как раз отношению π к пространственному периоду текстуры. И вот любопытно, что на краях вот этой вот дисперсионной зависимости, здесь вот у запрещенной зоны, мы видим, что производная д-омега-пдк здесь, она обращается в ноль. То есть вот касательно здесь она параллельна оси абсцисс. То есть это означает, что для таких вот волновых векторов, да, у нас групповая скорость обращается в ноль, вот на краях запрещенной зоны. Мы знаем, что групповая скорость – это и д-омега-пдк. То есть это отвечает тому, что у нас для таких волновых векторов у нас возникает стоящая волна. То есть энергия не распространяется, а вот имеет место стационарная картинка в пространстве, которая меняется во время. Вот это как раз вот эта картинка, которая отвечает частоте омега-минус для такой конфигурации, и омега-плюс вот d. То есть вот, значит, на краях запрещенной зоны групповая скорость равняется нулю, но при этом оказывается, что плотность состояния фотонных мод, она пропорциональна обратной производной, д-к по д-омега. И поскольку у нас д-омега-пдк стремится к нулю, то д-к по д-омега будет стремиться к бесконечности. То есть на краях запрещенной фотонной зоны у нас будет велика плотность состояния фотонных мод. На языке, значит, вот обычном, это будет соответствовать усилению поля. То есть это очень важный момент, что при возбуждении поверхностного плазмона поле вблизи границ раздела между проводником и диэлектриком может быть сильно увеличено. То есть это вот как раз очень важный момент. Ну вот с точки зрения закона сохранения энергии импульса, почему у нас оказывается возможным распространение плазмона вдоль рифленой поверхности, это отвечает тому, что у нас в рифленой поверхности есть свои волновые вектора. Помните, как мы рассматривали, когда отражатель Брега, там тоже был собственный волновой вектор, который равнялся 2π поделить на период пространственного отражателя Брега. А здесь вот тоже волновые вектора обратной решетки поверхностной структуры. То есть в чем, так сказать, смысл? Смысл в том, что волновой вектор поверхностного плазмона, он больше, чем волновой вектор фотонного вакуума. И поэтому для того, чтобы нам скомпенсировать эту разницу, мы должны добавить вот эти волновые вектора обратной решетки. Ну здесь вот и ежи, это целые числа. То есть это вот некая, так сказать, интерпретация возможности возбуждения поверхностного плазмона на рифленой поверхности. То есть дефицит волнового вектора в результате, ну если мы зафиксируем частоту, то окажется, что волновой вектор поверхностного плазмона будет больше, чем волновой вектор фотона. Чтобы вот это скомпенсировать, вот этот дефицит, здесь вот необходимо наличие собственных волновых векторов у поверхностной структуры. Это вот, как раз, есть волновые вектора обратной решетки. Вот они равняются 2π поделить на пространственный период вдоль оси Х и вдоль оси У. Ну здесь вот любопытная такая картинка, как можно визуализировать, это вот экспериментальные данные, визуализировать поверхностную стоп-зону для поверхностного плазмона или фотонную запрещенную зону. Здесь вот по оси, значит, ординат отложена обратная длина волны, ну или это как бы увеличена по специальной частоте, то есть видим, частота маленькая, это красный цвет, частота растет, у нас получается желтый, зеленый и так далее. А вдоль оси абсцисс, это вот аналог волнового вектора, в данном случае это угол падения излучения, поскольку он связан с проекцией волнового вектора на ось Х. То есть вот если у нас поверхностный рефлю, да, а вот темная область отвечает, значит, минимуму отражению излучения от поверхностного металла, то есть вот, значит, что здесь фиксируется? Здесь фиксируется под разными углами, как у нас отражаются различные частоты, да. Вот если у нас мы в области темной находимся, это означает, что в этой области углов и частот у нас происходит минимум отражения. А что это значит? Это означает, что энергия волны, она на что-то расходуется. В данном случае она расходуется на возбуждение поверхностного плазмона. То есть вот это, видите, вот эта вот самая темная область, она как бы у нас здесь имитирует вот эту вот красную дисперсионную кривую для поверхностного плазмона на плоской границе раздела. То есть вот этот верхний рисунок, верхняя фотография А, значит, отвечает ситуации, когда у нас граница раздела между металлом и диэлектриком плоская. Значит, мы видим, что темные области, повторяю, она визуализирует нам дисперсионную зависимость, омега от К. А если, значит, мы нанесем рифление, которое отвечает фотографией поверхностями рисунок В, фотографией В, и снова посмотрим вот эти вот темные области, отвечающие возбуждению поверхностного плазмона, мы видим, что у нас вот эта вот единая кривая, как вот эта темная на А рисунке, она распадается на две, вот высокочастотная часть и низкочастотная, а между ними, видите, получается зазор. То есть вот это как раз есть запрещенная зона, фотонная или стоп-зона, которая, так сказать, возникает при наличии такой текстуры, которая вот здесь вот изображена на этих дисперсионных зависимости, на этом слайде. Ну, вот этот слайд можно отпустить. Ну, это некое, так сказать, саммари рассмотрения поверхностных плазмонов на границе раздела металл-диэлектрик. Вот эта картинка, значит, это, как я уже говорил, силовые линии. Ну, и здесь вот мы видим, как у нас зависит напряженность, проекция напряженности электрического поля в поверхностном плазмоне на нормальных границ раздела от координата Z, то есть координата перпендикулярной плоскости границы раздела. То есть мы видим, что по мере удаления от поверхности границы раздела у нас напряженность поля падает, значит, причем, значит, она быстрее падает, когда мы рассматриваем влубь металла, и, значит, медленнее падает, когда мы рассматриваем распространение по нормали в сторону диэлектрика. Ну, вот тут этот слайд, как бы, показывает, как, в принципе, можно вывести тот закон дисперсии для поверхностных плазмонов, который, значит, вот мы до этого использовали. Фактически здесь, значит, нам нужно два, две вещи исходные. Это волновое уравнение, вот тут у нас слева написано, да, и условия, граничные условия, то есть то, что у нас, если нет дивергенции для равняется нулю, это вот приводит к вот этому уравнению, и тангенциальная проекция напряженности поля, значит, непрерывно. Ну, если вот использовать эти два условия, то можно в конечном итоге получить вот это вот выражение для дисперсионной зависимости, как у нас КХ в поверхностном плазмоне зависит от частоты. На этом слайде показана зависимость коэффициента отражения излучения от угла падения для коэффициента отражения света от серебряных пленок для различной толщины этих пленок вблизи угла полувнутреннего отражения. Вот здесь вот мы видим, что вот минимум этих кривых отвечает как раз возбуждение поверхностных плазмонов. Минимум отражения, это что значит? Значит, что энергия поля поглощается, вот она поглощается и расходуется на возбуждение поверхностного плазмона. Причем, значит, вот тут вот эти различные кривые отвечают различным толщинам пленок. То есть если у нас, мы видим, что существуют такие оптимальные значения толщины, где-то вот 490 ангстрем, когда у нас минимальный коэффициент отражения, то есть максимальная вероятность возбуждения поверхностного плазмона. И в случае более толстых пленок и менее толстых пленок у нас, значит, этот минимум меньше, и поэтому там вероятность возбуждения меньше. И вот этой ситуации, значит, когда у нас возникает поверхностный плазмон на границе раздела, в данном случае серебряной пленки, отвечает усиление электромагнитного поля на границе раздела. Вот тут показан коэффициент усиления в зависимости от угла падения. Ну вот тут сказано, что, скажем, для длины волны 600 нанометров можно получить поверхностное усиление электрического поля примерно в 200 раз. Ну а дальше, вот мы будем говорить о спектроскопии поверхностно усиленного рамонского, рассеяния, можно сигнал поля за счет возбуждения поверхностных плазмонов может быть увеличен вот такие вот гигантские цифры, это 10-12, а до 10-15 раз. Значит, как вот качественно можно объяснить, почему у нас возникает усиление поля на границе раздела? Ну вот, предположим, мы рассмотрим падение, скажем, рассмотрим фотон. Фотон падает на поверхность. А что такое фотон? Фотон, вообще говоря, как бы такая частица, которая соответствует поле, размазанное по большому объему пространства. А в тот момент, когда этот фотон превращается в поверхностный плазмон, то, как мы видели, это поле начинает концентрироваться вблизи границы раздела. То есть сначала поле было размазано по пространству, и объемная плотность энергии поля была маленькой, а в результате генерации поверхностного плазмона, когда та же энергия фотона переходит, но в меньший существенный объем при поверхностной, там, где существует поверхностный плазмон, значит, объем меньше, а энергия та же самая. И в результате пространственная плотность энергии резко увеличивается в результате возбуждения поверхностного плазмона. А мы знаем, что пространственная плотность энергии электромагнитного поля пропорциональна квадрату напряженности поля. И таким образом напряженность поля увеличивается. То есть вот так вот можно качественно объяснить усиление поля за счет генерации поверхностных плазмонов. Теперь перейдем к рассмотрению поверхностных плазмонов на поверхности наночастиц. В основном будем иметь в виду, что это металлические наночастицы. Оно, в принципе, возможно и полупроводниковое, то есть там, где есть электронная проводимость и достаточно большая плазменная частота. Здесь показано, какова частота поверхностных плазмонов для случая плазмонного резонанса на поверхности металлического шара. То есть видим, что это есть плазменная частота поделена на корень из трех. А в случае плазмонного резонанса на плоской границе раздела, если это у нас металл-вакуум, у нас там был знаменатель корень из единицы плюс электрическая проницаемость диэлектрика. Если это вакуум, эпсилон вакуум равняется единице, и мы получаем, что частота поверхностного плазмона для случая плоской поверхности поделена на корень из двух. Ну так вот, если у нас на металлическую наносферу падает электромагнитная волна с частотой вблизи частоты плазмонного резонанса, то происходит возбуждение плазмонов на поверхности сферы. Что это значит? Это означает, что у нас начинает меняться по знаку во времени поверхностный заряд. Изменение этого поверхностного заряда приводит к появлению переменного дипольного момента. И этот переменный дипольный момент, как мы знаем, излучает электромагнитную волну. Таким образом происходит рассеяние излучения в результате возбуждения поверхностного плазмона на наночастицах. Ну мы для простоты будем здесь рассматривать сферические наночастицы. В то же время мы знаем, что если у нас колеблется заряд в реальном диэлектрике, то существует некоторая константа релаксации, которая отвечает превращению части энергии, колебаний в тепло. Поэтому в результате возбуждения поверхностного плазмона, помимо рассеяния электромагнитной волны, возникает также и поглощение электромагнитной волны. Вот тут картинка, которая часто используется во всех курсах по плазмонике. Это так называемый кубок литурга. Здесь видим, что рельеф здесь такой, который отвечает зеленоватому свету и области красного цвета. Вот оказывается, что область красного цвета, где цвет кубок красный, это там, где излучение проходит через стекло. А там, где находятся наночастицы и рассеяние цвета происходит на этих наночастицах, происходит изменение цвета в зеленоватой. То есть вот раньше, конечно, не знали о наночастицах, но тем не менее сейчас вот таким образом можно интерпретировать изменение цвета в кубке литурга. Вот в соответствии с тем, что я сказал выше, что в результате возбуждения поверхностного плазмона на наносфере, металлической наносфере, у нас возникают два процесса. Это поглощение излучения и рассеяние излучения. И вот в сумме и то, и другое приводит к ослаблению излучения. Соответственно, как мы говорили в начальных лекциях, для того, чтобы описать количественные процессы, различные фотопроцессы, в данном случае поглощение, рассеяние и затухание, экстинкции, мы используем понятие сечения. Вводятся два сечения для рассеяния сигма скеттерин и для поглощения. А сумма этих двух сечений будет являться сечением ослабления излучения, которое проходит, и энергия его расходуется на поглощение и на рассеяние. Ну и также вводится еще величина отношения сечения рассеяния к сечению экстинкции. Это так называемый квантовый выход. То есть сколько фотонов мы можем относить на число рассеянных фотонов, к субе поглощенных и рассеянных фотонов. Ну вот показана такая полуплассическая модель возбуждения поверхностного плазмона в сферической наночастице. Видим, что падает излучение, здесь вот ему соответствует напряженность электрического поля, который изменяется во времени. А у нас наночастица находится в некоторой матрице, ну это может быть стекло, например. В результате воздействия этого переменного электрического поля на эту металлическую наносферу возникает переменный во времени поверхностный заряд. В фиксированный момент времени, вот это некоторое распределение, плюс вверху, здесь вот минус. И этот заряд порождает электрическое поле, которое меняется во времени. То есть вот это такая простейшая картинка для возбуждения поверхностного плазмона на металлической наночастице. Вот оказывается, что если мы рассмотрим достаточно большие длинные волны, то есть длинные волны существенно больше, чем радиус нашей наносферы, то тогда можно считать, что пространственное распределение поля в месте расположения наносферы, оно является однородным. И это так называемое дипольное приближение, о котором мы не раз говорили раньше. Ну в данном случае вот оно, характерные размеры металлических сфер, когда у нас справедливо дипольное приближение для длин волн видимого диапазона, это вот меньше 40 нанометров. И тогда для того, чтобы описать взаимодействие электромагнитного поля с этой наносферой, в частности возбуждение плазмонного резонанса, можно использовать вот выражение для динамической поляризуемости наносферы, которое вот тут написано. Бета-с, это зависящая от частоты, это динамическая поляризуемость наносфер. r, s, это радиус наносферы, ε-s, это зависимость электрической пронисаемости материала наносферы от частоты. И в данном случае ε-n, m, это medium, то есть это матрикс, значит, это электрическая пронисаемость матрицы. Электрическая матрица. То есть вот это выражение в дальнейшем будем использовать для того, чтобы описать взаимодействие в дипольное приближение излучения с металлической наносферой. Ну вот если рассматривать точную теорию, то мы должны обратиться к теории МИ, рассеяния поглощения излучения на наносферах. Теория МИ, рассеяние излучения на металлической сфере, находящейся в однородной среде, базируется на разложении электромагнитного поля под цилиндрическим гармоникам и шивке тангенциальных компонентов напряженности электрического и магнитного поля на границе сферы и диэлектрической. Почему цилиндрический гармоник? Потому что у нас осевая симметрия. Значит, у нас сфера обладает сферической симметрией, но поскольку задано направление волнового вектора падающей волны, то возникает осевая симметрия, сочувствующая симметрия вдоль волнового вектора падающей волны. И поэтому собственное решение, они будут представлять собой цилиндрические функции. Эллигические функции, мы знаем, это функции Беселя, уже большую внизу, и функции Гангеля. И вот решение для сечения, в данном случае, верхняя формула, показывает нам результат расчета по теории Ми для сечения рассеяния, излучения на наносфере. Тут мы видим суммирование по n. Что такое n? n – это число, которое характеризует мультипольность распределения заряда на наносфере. То есть, если n равняется 1, это отвечает диполе. То есть, вверху у нас, скажем, плюс, внизу минус. n равняется 2, это квадруполь и так далее. Ну и вот мы видим, что здесь достаточно сложное выражение. Сюда входят некоторые функции a, n, t, b, n, t, которые есть функции нескольких переменных, где переменная x связана как раз с частотой. А m – некоторый параметр, который из корень квадратный из отношения диктрижки пронисаемости сферы и матрицы. Ну и вот тут некоторые сложные выражения для этих коэффициентов a, n, t, которые в конечном счете выражаются через сферические функции Беселя и сферические функции Ганкеля. Ну и я привел это просто для примера. К примеру, вот зависим, скажем, сферическая функция Беселя первого порядка, вот она внизу слева, да, и это есть действительная функция. И сферическая функция Ганкеля первого порядка, вообще говоря, это мнимая, комплексная функция. Вот если мы теперь воспользуемся этим выражением теориями и рассчитаем, как у нас зависит сечение рассеяния вблизи плазмонного резонанса серебряной наносферы от частоты для разных радиусов наносферы. На этом слайде как раз показана частотная зависимость сечения рассеяния для радиусов 10, 20, 30 и 40 нанометров. По оси абсциссы отложена частота в электрон-вультах, ну и по оси ординат отложено сечение в квадратных нанометрах. Если мы пойдем от малых радиусов, малый радиус это 10 нанометров, это на соответствие вот этой вот такой самый маленький перевод с маленьким максимумом. Видим, что один максимум, где-то для значения частоты порядка трех с небольшим электрон-вульт. И потом будем увеличивать радиус нашей серебряной наносферы. Вот тогда у нас для 20 нанометров в виде сечения рассеяния как функция частоты тоже обладает максимумом, он уже будет больше, и он будет сдвигаться в область меньших частот. Потом, значит, для радиуса на 30 нанометров, это коричневая кривая, мы видим, что еще сильнее сдвинулся максимум, и он стал больше. И тут мы замечаем, что появляется также, вот видите, вот такой вот побочный максимум. И вот, наконец, если мы рассмотрим максимальный, в данном случае радиус наносферы, это красная кривая, мы видим, что у нас вот этот основной максимум сместился в области где-то 2,5 электрон-вульта, и появился дополнительный максимум. Вот этот дополнительный максимум как раз отвечает квадрупольному вкладу. Вот этот вот обычный максимум, это дипольный вклад, когда у нас основной вклад дает дипольное возбуждение заряда А. А, значит, мы видим, что если достаточно большой радиус, то тогда у нас возникает и добавка от мультипольности более высоких степеней. Ну, в данном случае квадрупольный вклад, вот он отвечает более высокочастотному. Ну, это, значит, вот этот дипольный плазмон, основной максимум, а это квадрупольный плазмон, да, ну вот он появляется при достаточно больших значениях радиуса. Ну, как вот я и говорил, помните, что если мы рассматриваем радиус, это характерное значение меньше 40 нанометров, то достаточно дипольного приближения, да. А, значит, если уже большие радиусы, то тогда необходимо учитывать и квадрупольный вклад. Ну, вот на этом слайде показано сечение, ну, эффективность рассеяния для различных диаметров золотых наносфер, как функция частоты света, ну, в электрон в ультро. Да, вот, значит, вот начинают 20 нанометров и кончают, значит, 150 нанометрами. Здесь экспериментальные значения – это черная кривая, и рассчитанные по теориями – это вот красная кривая. Вот мы видим, что практически везде достаточно хорошее соответствие результатов теории Ми, причем, значит, вот с увеличением диаметра, вот, 20-40, видим, что действительно у нас начинает появляться вот такой побочный, как бы, ну, в данном случае не максимум, а плечо, да, вот это вот плечо. Основной максимум сдвигается в область более низких частот, вот, скажем, здесь, видим, вот здесь, а тут уже он сместился где-то 1,6, эффективность, вот, при 150 нанометрах диаметра. И появляется вот этот квадрубольный максимум. То есть мы видим, что действительно хорошо описывают теории Ми экспериментальные данные. Ну, значит, помимо рассеяния существенно также и поглощения, обусловленные возбуждением поверхностных плагмонов. И вот тут на этом картинке показан результат расчетов по теории Ми сечения поглощения, да, на серебряных наночастицах, как функция частоты для различных радиусов серебряной анносферы. То есть красный – это радиус максимальный, это 30 нанометров, а коричневый – это минимальный, 10, и вот промежуточный голубой – это 20. То есть мы видим, что для малого радиуса у нас только один максимум в поглощении, отвечающий возбуждению дипольного поверхностного плазмона. Эти плазмоны на поверхности, значит, наносферы в данном случае, они еще называются локализованными поверхностными плазмонами, поскольку они не распространяются, а как бы вот в одной точке находятся, вернее, на границе раздела сферы, нет распространения в пространстве. И, конечно, когда мы переходим к большим диаметрам, вот мы видим, что максимум поглощения также сдвигается в область меньших частот, и появляется вот дополнительный максимум квадрупольный, причем видим, что для случая сечения поглощения он даже выше, а при больших достаточно радиусах, радиус 30 нанометров выше, чем дипольный максимум. То есть в поглощении квадрупольный сказывается сильнее, чем в рассеянии. Вот, оказывается, значит, вот такой вот результат. Ну так вот, как нам определить положение плазмонного резонанса? Вот в простейшем случае, в дипольном, будем тут рассматривать дипольный случай, вот мы выводили на предыдущих начальных лекциях формулу для сечения рассеяния через динамическую поляризуемость мишени. Вот так вот, квадрат модуля, здесь умеет квадрат на c квадрат, и здесь вот стоит под квадратным модулем динамическая поляризуемость мишени, в данном случае сферы. И вот если мы воспользуемся выражением для этой динамической поляризуемости в дипольном приближении, вот эту формулу, которую мы писали, то мы видим, что, ну, во-первых, это будет величина пропорциональной шестой степени радиуса, и мы видим, что максимум возникает тогда, когда у нас максимально динамическая поляризуемость. А где она максимальная? Там, где минимальный знаменатель. Ну, вообще говоря, это величина комплексная, то есть, значит, минимум достигается в том случае, когда у нас реальная часть знаменателя обращается в нуль. Это вот так называемые резонансные условия. Если мы воспользуемся формулой ДРУДЕ для диэлектрической проницаемости металла в сферы, с учетом константа релаксации, то вот можем получить вот это вот выражение для резонансной частоты. Мы видим, что у нас входит сюда некая величина. Если мы учтем релаксацию, то это будет минус квадрат коэффициента полного, коэффициент релаксации. Ну, что здесь существенно? Существенно, что этот коэффициент релаксации, он... Есть сумма трех слагаемых. Первая – это материальная часть, то, что как вот в объеме поглощения какое происходит. Затем поверхностная часть. И, наконец, вот есть еще слагаемые, которые описывают потери энергии за счет излучения. Поскольку у нас наводится переменный дипольный момент, возникает потеря излучения. И вот мы видим, что... Причем вот это вот слагаемое, оно пропорционально кубу радиуса сферы. То есть с ростом радиуса сферы у нас увеличиваются радиационные потери на излучение. И частота резонанса смещается в область меньших значений. То есть вот то, что мы смотрели и видели на предыдущей графике. То есть увеличение радиуса наносферы частота уменьшается. Ну, тут дальше идет сравнение как раз сечения рассеяния в области резонанса с сечением поглощения. Мы видим, что относительная величина рассеяния, она растет с ростом радиуса наносферы. Потому что сечение рассеяния пропорционально шестой степени радиуса наносферы. А поглощение только тридцей степени. Поэтому для малых радиусов у нас доминирует поглощение, а для больших радиусов у нас доминирует рассеяние. Ну, вот тут написано, что граничный радиус для параметра серебряной аносферы, разделяющий область существенности рассеяния и поглощения, равен примерно 15 нанометров. То есть если радиус меньше 15 нанометров, мы доминируем поглощение, а больше доминирует рассеяние. Ну, а квантовый выход, который характеризует отношение сечения рассеяния к сечению экстинкции, как функция радиуса наносферы, ну, в данном случае диаметр аносферы, показанного здесь. Мы видим, что при малых радиусах, там, где доминирует поглощение и сечение, поглощение больше, чем сечение рассеяния, он стремится к нулю, а при больших, он стремится к единицам, потому что тогда у нас сечение экстинкции совпадает с сечением рассеяния, а сечение поглощения можно пренебрить. Ну, и показаны, значит, результаты расчета, а кружки – это вот эксперимент. Мы видим, что достаточно хорошо описывает расчет эксперимент. Ну, и вот как это можно наблюдать в простейшем случае, изменение положения плазмонного резонанса с изменением радиуса наносфер. Вот показано, что, видите, здесь вот у нас раствор золотых наночастиц различного диаметра, да, вот 20, 40 и так далее до 150 нанометров. И видим, что цвет этого раствора из-за того, что смещается частота плазмонного резонанса, изменяется. Ну, и вот картинка, которая сделана, которая описывает как раз вот то, что у нас есть взвесь вот этих вот золотых наночастиц. Ну, вот то, что вот мы до этого получили выражение для частоты плазмонного резонанса, значит, помимо того, что, значит, она зависит от радиуса, она еще существенно зависит от материала матрицы, потому что мы видим, что у нас здесь вот в знаменателе входит электрическая проницаемость матрицы. То есть, если у нас матрица изменяется, изменяется ее электрическая проницаемость, то, соответственно, и меняется частота плазмонного резонанса. И вот эта вот зависимость частоты плазмонного резонанса от диектрической проницаемости матрицы лежит в основе практического использования рассеяния наночастиц в качестве сенсора. Причем рассеянный спектр будет зависеть от локальной величины диектрической проницаемости. То есть, то, что вблизи поверхности наносферы, этим будет определяться частота резонанса. Поэтому мы имеем в данном случае высокое пространственное разрешение, потому что, если мы смещаем в пространстве нашу наносферу, то там может изменяться диектрическая проницаемость среды и, соответственно, сдвигаться положение плазмонного резонанса. Вот, для примера, на этой картинке показана зависимость спектра рассеянного излучения серебряной наносферой от концентрации сахара в воде, раствора сахароза. То есть, вот здесь вот черная кривая соответствует нулевому содержанию сахара в воде. И вот зеленая – это, значит, максимально 40%. То есть, мы видим, что с изменением концентрации сахара в растворе у нас частота максимума рассеяния за счет возбуждения плазмонного резонанса смещается в область меньших энергий. То есть, вот если мы будем снимать спектр рассеянного излучения, то мы можем по этому спектру судить о концентрации, в данном случае, сахара. То есть, это, как бы, такой простейший пример использования рассеяния наночастиц в качестве сенсора, в данном случае, для определения концентрации сахара. Ну вот, здесь вот другой случай, значит, когда у нас в воду добавлено вот такое хитрое вещество. В данном случае мы видим, что если мы его добавляем, возникает голубой сдвиг спектра рассеянного излучения за счет возбуждения поверхности плазмонного. Ну, тут он конкретно 32 милиэлектрон вольта, то есть, можно судить о концентрации вот этого вещества добавления. Значит, помимо всего прочего, поскольку у нас частота плазмонного резонанса также зависит от плазменной частоты, то она, соответственно, будет зависеть от концентрации электронов. Поэтому, если у нас в наночастице концентрация электронов проводимости будет увеличиваться по каким-то причинам, то, соответственно, у нас будет сдвигаться спектр в область больших частот. То есть, таким образом, возникает синий сдвиг спектра рассеянного излучения, можно судить о наличии заряда. Ну, вот тут показана ситуация, которая имеет место, когда мы помещаем наши наночастицы в различные домены жидкого кристалла. То есть, получается, что в случае в одном домене у нас сдвиг будет красный, а в другом домене будет сдвиг голубой. Голубой, ну, это обусловлено тем, что в этих разных доменах будет различная диектрическая проницаемость жидкого кристалла. Ну, и вот какие мы выводы можем сделать? Что поверхностные плазмоны представляют собой связанные возбуждением электромагнитного поля и поверхностного заряда на границе разделов проводника и диэлектрика. Они могут каналировать энергию вдоль поверхности металла. Таким образом, они используются, это свойство в опте электроники. Затем, значит, необходимо нам условие выполнения фазового синхронизма, что достигается с помощью внесцентной волны. И то, что усиление света, усиление поля электромагнитной волны вблизи поверхности проводника за счет возбуждения поверхностного плазмона, который обусловлен, как вы помните, увеличением пространственной энергии излучения, пространственной энергии поля, оно как раз является основой так называемой поверхностно усиленной спектроскопии. То есть с этой помощью можно наблюдать очень слабые эффекты, которые не наблюдались бы в отсутствии плазмонов. Когда, скажем, молекулы красителя помещаются на металлические пленки серебра, то можно наблюдать, скажем, рамы на вскоросине за счет возбуждения колебаний в молекулах красителя. Причем даже можно наблюдать возбуждения тех колебаний, которые очень слабые. За счет того, что на поверхности границы раздела пленки и воздуха возбуждается поверхностный плазмон, они усиливают от 10-12 до 10-15 раз поле, и можно наблюдать рамы на вскоросине. Это специальный термин поверхностно усиленная рамы на вскоросине, но об этом будем говорить на следующих лекциях. Ну и, наконец, поскольку плазмонный резонанс, его положение спектрально зависит от гектрической проницаемости матрицы, это является основой для создания сенсоров с помощью возбуждения поверхностных плазмонов, скажем, на металлических наносферах. Ну и, может быть, только металлических, но и полупорудниковых. Ну вот, на этом я лекцию заканчиваю. На следующем мы продолжим рассмотрение практических применений поверхностных плазмонов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...